Работают в нашей компании не всех, как можно делать в любое время дня и ночи, но как-то жарно, но в принципе со всеми с ними можно будет как-то там списаться, поспрашивать, как, что, зачем и почему. Я думаю, что они будут не правы. Ну, следующий наш спикер, лучший сотрудник нашей компании, ну, возможно, будущий, никто не от меня, которого ты девелопер в компании, Макс Штырен, в свое время Макс, драйвов в объеме комьюнити, очень жаль, что ты ушел от нас, честно говоря. Ну, я как человек, который ведет инициативу по комьюнити, каждый раз, когда ходит лидер, это для меня моя персональная боль и нагрузка. Макс ведет у нас в API комьюнити, согласился с трудом, но огромное тебе благодарность за то, что ты это делал. И сейчас Макс у нас работает в трубу и компанию, и он сам о себе расскажет чуть больше. И этот регионал, вот. Насколько я помню, кто у нас в архитект или салюшин архитект? Второй? Салюшин архитект. Хочу идти. Всем здравствуйте. Меня зовут Максим, как вы уже представили. Я работал в Сербии полтора месяца назад. Последний раз специальный тайт был совершен архитект. И я ушел вниз за КАЕ. КАЕ я сдал и ушел. Все было честно. Зафиксировали. Вот. Я работаю тоже в Сербии штат, архитектом, только в другой компании. ự榮с Kind. Значит. Кто нибудь Pavard, слышал вообще про такую тему, как не гумсально требовать? Вот не поднимайте руки и скажите просто « Kaneベлитaca» Кто нибудь смотрит TED камеру? Если кто нибудь видел, там был на презентации, как там человек рассказывал как делать презентацию в очках. Видели, да? Очень классно. Когда он говорит, вот смотрите, здесь очень умные цифры, классный график. Он потом надевает очки, а так я выгляжу намного умнее. А здесь ваш доход возрос, там любая цифра. Поэтому есть стандартный антипаттер, поднимите руки, в кобычки, вот эту тему. Я решил попробовать изменить. Ладно, с нефанциональными требованиями сегодня будем работать. Значит, о чем я собираюсь с вами поговорить? Может быть, вы со мной тоже. Значит, типичный development flow. Для чего я собираюсь об этом рассказать? Для того, чтобы мы с вами сидеть, находились на одной странице. Потому что у всех такое разное понимание очевидных вещей. Я вас уверяю. Могу с кем угодно поспорить. Прямо 300%. Одинаковые очевидные вещи мы понимаем по-разному. Соответственно, про сами нефанциональные требования я расскажу, как они были. Как их померят, для чего они нужны. Что я могу с ними делать. Практическое их использование. То есть это не просто какой-то абстрактный материал, абстрактный конь вакууме. Там конь заменяет на другое слово. И реальность жизни и примеры. Я вам покажу, чтобы вы точно понимали. Вот. Гуд. Это я. Было время, когда я хотел найти фотографию свою более-менее нормальную. У меня с этим проблема была вот эта самая более-менее. Как по мне. Где я одет, адекватный и все было все понятно. То есть я взял вот это. Да. Работаю в IT где-то около 8 лет. Я уже немножко сбылся. От 7 до 8 лет. Где-то так. Значит, Solution Architect наконец-то поменял эту цифру. Это название здесь. Я принимаю участие в разных конференциях. Включаю эти все фейсмокеры. В API Community. Там это, которые в сервере. Самый большой был челлендж. Где в USA поступать. Меня там, как говоря, подписали без молодежи на один. Uta.js. Типа Hyper-JS. Только Uta.js. Uta.js штат. Вот. Надо было туда идти и втирать всем этим ребятам, что я что-то понимаю, в JavaScript. И так далее. Да. Это было очень сложно. Прямольно интересно. Основная технология — LGS. И второе — чем я люблю заниматься дороской. Любые экстремальные виды спорта. Не фанат бега. Это нужно было для моей галочки личной проверить, что способен мне. Это было 10 км. И я пробежал с каким-то очень хорошим результатом. 50 минут. Сказали, что это очень круто. Вот. Себе рассказал. Реально отличная презентация. Что это за инструмент — вы знаете, да? В чем проблема этих инструментов? Тоже, опять, не буду нагадывать. Значит, эти гранты, на которые все из вас, каждый из вас, опять могу поспорить с любым, что вы каждый день на них наступаете. У каждого с этим проблемы. Возможно, вы о них не совсем догадываетесь, да? Но в любом случае. У меня тут был еще такой вопрос интересный. Какие-нибудь, давайте, да. Кто-нибудь может сказать, что такое плохая архитектура? Ну, хоть какие-то признаки, да? Какой-то смелк. А как я могу узнать, что она плохая? Есть какие-то? Сложно поддерживать. Сложно поддерживать. Сложно поддерживать. Дорогая архитектура. Да, дорогая архитектура. Это как прям письмо. Дорогая архитектура. Ну, в принципе, да. Ну, дорогое, допустим, обслуживание. Дорогое, допустим, обслуживание. То есть, чем дольше ты пишешь, чем больше я не трачу на фичу, тем дороже. Ну, в принципе, да. Что-нибудь еще есть? Подходит к задаче. Не очевидно. Подходит к задаче решать. Вот это уже ближе. Значит, я вам что-нибудь сказать. Не существует плохой архитектуры. Почему? Есть более подходящая к данной ситуации и менее подходящая к данной ситуации. Вот. Соответственно, даже та, которая менее подходит, она все равно. Окей? Она работает. Она работает плохо. Вот там сказали дорого и так далее. Она может работать. Но она менее подходит к этому случаю. Это очень интересное просто осуждение было. Поэтому она дальше может уметь. Хочу, ну, легче. Махая карьера. Аааа. Я просто не сталкиваться с такими прям ситуациями. Она вообще не работает. Там что-то приходит от каких-то индусов, еще там. Оно очень страшное там. Оно работает. Оно не страшно, но работает. Короче, с точки зрения гастермера, деньги оно приносит какие-то ему. Ну, а нам, конечно, с этим тяжело работать. Мы это все ненавидим. Все пишут. Ход плохо. Включают, пишут, 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 пишут. Человеку, которого вы переданы и так далее. Окей. Окей. Да. Значит. Типичный development on-flow. Один видалит, а остальные свободы. Стандартно. Ну, или можно назвать это код-веди, когда говорят, что мы собираемся возле одного компа, и человек даже звонит, говорит, какой сейчас год. Значит, типичный development on-flow. Плэнинг, да? У нас тут внутри активности плэнинг, имплементация и тестирование. Да? По-моему, это самая база. Мы просто сейчас с вами и правда пробежимся. Я просто расскажу быстренько, что тут происходит. А потом, наверное, в конце смысле вот этой секции я расскажу, для чего я об этом очень рассказывал. У нас есть планирование. Первый, пожалуйста. Нобочка. Нобочка. Да. Значит, что у нас должно быть закончено? Это самое первое. Мы решаем, сколько мы берем в итерацию, какие столи мы собираемся в этой итерации. Там уже бывало хоть и так далее, и так далее. Достаточно сверхчинно. Значит, мы решаем, сколько времени, но нам на это понадобится. Ну, соответственно, сколько времени. Одна итерация, а две-то еще простые. Нечего даже думать все равно. Следующее. Есть ли какие-то риски, как имплементация этих столей? Как правило, девелокеры забивают на риски чаще всего. Нет никаких рисков. Все можно сделать очень быстро. Это буквально две минуты или одна минута я буквально сейчас это сделаю. У меня есть такой кейс, когда стимировали в минутах. Да, мы думаем, что... Это не я, кстати, стимировал. Это мой знакомый, короче. Значит, он стимировал в минутах. Я потом могу уговорил все-таки придерживаться каких-то стандартных... Но если это совсем 10 минут занимает. Я тебе уверяю, что тебе понадобится час, пока ты дойдешь до компа, пока ты все, что надо, сделаешь, пока ты отправишь подвигать на меня. Я по всему потуплю. И, короче, у тебя это час. Точно. Вот. Ну и последнее, как правило, если бывает, а может и не бывает. Если какие-то остальные вопросы спрашивают кейс, то обычно тишина. Вопросов нет. Типа, как РВП, я уже готов идти педалить и отправлять. Это обычный плейминг, плюс-минус, имплементация. То есть то, что мы будем делать, то, основываясь, на что мы будем это все дебиловать. То есть первое, что у нас есть, это некоторого рода хайлоков вижен фронт растений. В идеальном мире вы подписывали сказку, а он где-то объяснил ей ключи, чтобы, короче, мы шли открывать окна и передвигать вот эти вот иконки слева направо, причем сзади наперед. Ну и вы, в принципе, уже после этого, да, пока вы еще историю мечтали, уже приблизительно представляете, что это будет, ну, наверное, где-то вот так. То есть вы уже пришли такие на плейминг, уже такие, ну, я где-то понимаю, что я возьму там какую-то определенную фичу анклуары или еще там чего-нибудь. Это уже такой хайлоков вижен у вас есть. В идеальном мире есть еще визу-аналитики, которые занимаются вот такими штуками, да, они там начинают разбирать эти истории, в идеальном мире даже писать такую штуку, как acceptance criteria, если это... Я даже спрашиваю иногда людей там, да, на СДСе, можно ли, например, брать истории, если у них нет acceptance criteria. Чаще есть ответ так. Например, СДСа спрашивает, как вы будете ее сдавать? Ну как, просто взял и сдал. Ничего сложного нет. У меня обычно это возникло. У меня с этим проблем... Ну, я думаю, что все понимают еще наговоры. Потому что, когда ты приходишь потом к UC или UE, он тебе говорит, он тебе втирает какой-то дичь. Ты говоришь, так это ж не было написано. Как это очевидно. Ну, соответственно, это будет какой-то небольшой контракт на свадь. Я надеюсь, я еще не зарудил. Я думаю, что это уже быстро проходит по этим слайдам. Быстрее, чем в прошлый раз, скажем. Ну и последнее. Ваш общий экспириенс. То есть, если там гастингер говорит, что будет таблица, то вы, наверное, от этого предполагаете. Если эта таблица будет состоять из... Если здесь что, то, наверное, придется туда вкладывать какой-нибудь байджинат. Или еще какой-нибудь фильтр. Или какой-то сорт. У вас уже есть какой-то ваш экспириенс. Вы представляете, что об этом надо поговорить. Это надо вставить 100%. Или, если не сейчас, то чуть позже они обязательно об этом заговорят. Обязательно скажут, что хочу мышью странички переключать. Да, это была фаза имплементации. Ну и последнее. Какая-то крайняя. Это фаза тестирования. Когда вы передаете ваш код. Вот всю эту штуку сделали, которую я вам сказал. И вы уже передаете код, чтобы кто-то его потестировал. Это может быть QC, может быть B. Кто-то у вас будет его принимать, неважно. Значит, из всего того, что я вам это рассказал, как вы выяснили, как это должно быть, какое-то предстояние сложили, отдаёте вашему B.E. или QC. И идут к нему первые вызовы. А что так медленно? В смысле медленно? Ну, я думал, что я нажимаю здесь, а она открывается прямо мгновенно. Так она открывается мгновенно. У меня мгновенно это полсекунды. А у моего мгновенно это 4 секунды. Мы как-то не договорились. Оказывается фигня получит. Следующее. Ты не можешь какие-то креды из базы говорить? Я просто забыл, как они называются. Там можно... Если на табличку идите креды сохранены, ты можешь посмотреть мой пароль, можно, пожалуйста, менять? Тебя просто забыли. Работает медленно. Пускай база данных, например, что это такое. Давайте просто добавим еще пару-тройку инстансов, и все потом все равно еще приходит. Какие вопросы? Можно добавить еще там... Или поднять там был какой-нибудь small-инстанс, подним его до large. Да причем это штук 40 large сделано. Все равно это не наше дело. Такие вопросы, какие проблемы. Сколько времени... Знаете, я забыл, что добавить... Биэр, это вообще почти статус. Сколько времени стоит добавить эту фичу? Я забыл, что надо еще, чтобы эта штука красила зеленый цвет, и переворачивалась. Ты говоришь, слушай, я это смотрю не меньше двух людей, в лучшем случае. Потому что ты же не говорил, что мы собираемся это делать. Я думал, мы не надо. Теперь я смотрю, что не меньше двух недель точно. Я тут сидел, в рабочее время ничего не делал, за рабочим компьютером, с открытой страницей тут чикс и оуснэп. Или упсхалэп. Я тогда рассказал при американцам. Я не знал, что это за название, я не видел, честно говоря особо. Я сказал, о, крэп. И я думал, что это в браузере так и пишется. Он не исправил. Я сказал, нет, там не это пишется. Плохая практика. Не говорите кастомерам крэп. Ну и последнее, самое любимое. Слушай, ничего не работает. А что, не проблема. Сейчас за пять минут починю. Никаких пяти минуток, кто вспомнит из своей браузеры. Три, пять, семь. Надо, что починил. Такой запущенный. Забыл уже эту штуку убрать. Точно. Ой, забыл там какую-то консулок убрать. А здесь, а это вообще, переменной не существует больше. Ну таких вот типа пяти минуток тысяча. Причем она занимает не пять минут. Пять минут занимает ваша починка. А остальное время ведет бой, пока есть пиа, кто-то зовет. Это может быть реального счета. И, соответственно, acceptance from customer. Где customer, где я? Есть какие-то идеи? Я вот здесь, да? Я за кадром. Я за кадром. Это моя рука. На самом деле, вот это я. Или вот это мы. Вот это кастинг. Или кастинг на рынок. Даже в данном случае. Почему? Потому что, ну говоря, вот все то, что вам рассказывал B.E., это то же самое вам расскажет кастинг. Почему? Потому что, ну теоретически, это в общем-то. B.E. Это что-то вроде черновика кастинг расскажет. Вот. Он где-то должен по тем же самым меркам смотреть. Бизнесовый человек. И так далее. И, естественно, вот такую же самую штуку видите от кастомера. Кастомер вам начнет рассказывать демо-ноутс. Вот. Мы уже припители к самым интересным. Демо-ноутс это не самое интересное. Я просто перебежу. Вот. Значит, он вам будет рассказывать, типа, что ему там не нравится, что там, что не так, что нужно улучшать. Ну, он будет рассказывать своим языком, естественно. Давайте там быстрее. Ну там. Хочу, чтобы оно открывалось быстрее. Хочу, чтобы каждый запрос отрабатывал там в течение одной секунды. Хочу, чтобы любой человек мог понять, куда нажимать в течение, там, пяти секунд. И так далее. Ну, то есть там разные темы. Вам, самое главное, в этот момент, ну, вам я не докомендовал о первом, а, ну, не знаю, как кому угодно. В любом случае, кем бы вы ни были, на какой должности или позиции вы не находитесь, вы все равно эти штуки слышите. Ну, только вопрос в том, как вы их интерпретируете. Соответственно, если, например, вот эти делалноутсы услышат, кто-нибудь там, не знаю, типа уровня, там, тих лид или сни, ну, там, выше, он это может интерпретировать по-своему. Типа, там, скорость, он интерпретирует по-своему. Секьюрити по-своему. Он к вам придет. Вы, соответственно, на вашем уровне на любом проблеме, в котором вы ни были, все равно вы можете понимать, что такое секьюрити. Просто масштабов принятия ваших решений будет чуть-чуть меньше. Это будет, например, если это будет тих лид, это может быть все приложение, там, или какой-то модуль. Если вы, например, например, интернет, там, синер, это может быть класс, например, ну, секьюрити в рамках класса. Все равно смысл-то один и тот же, масштаб разный. Естественно, у вас задача, тут же черная иконочка такая, она очень плохая. Короче, ваша задача идти домой, вот, и собрать. Да, это то, чем они давали, то, из-за чего он уйдет, и то, ради чего, то, из-за чего вам, возможно, они ведут заработку следующей, там, и так далее, и тому подобное. Все ли такого не было, если что? Заработку дают всегда, все в порядке. Вот. Значит, вот, что нам делать дальше? Телефон упал. Значит, первое, что мы можем с вами попробовать сделать, это подорожник знакомый. Подорожник, а я думаю, я надеюсь, что вы все знакомы. Это презентация, что-то среднее между официальной и неофициальной. Ну, вот, такие вставки это больше меняется. Значит, первое, приложить подорожник, слэш, ничего не делать, слэш, забыть о проблеме, слэш, что-нибудь еще. Короче, ничего не делать, а мы просто само как-то проводим. Или надеяться, что кастом не зайдет. Или забудет. Или изменится кастомин. Или что-то еще произведет. Короче, ну, в общем, все эти действия похожи и одинаковы с тем, что вы приложите подорожник в вашем касте, или, там, UI, чем его касте позитует. Вот. Следующее, да? Начать фиксить. Начать фиксить плохие места. Ну, все то, что он сказал до этого, где, там, кастомер типа. А чего так медленно? Иду и делаю быстро. Вот, прям, сейчас, иду и делаю быстро. Или, там, черно, оно не секьюрно, там, иду и быстро делаю секьюрно. Это все больше, знаешь, пластырь. Похоже, на самом деле. Ну, и третий вариант. Я думаю, знаком всех. Всем мог. Огонь. Зарвать все автоматически и сделать заново. Ну, есть такая тема. Сами понимаете, этот подход не всегда при единике, потому что время может занять нормальные. Ну, соответственно, время, ваше время, это их деньги, поэтому никто вам может этого не позволит сделать. У вас должна быть еще хорошая репутация, чтобы вам разрешили и к вам прислушались, вот, чтобы вот это было. Это нужно, это нужно поработать, надо над этим поработать. Да? Да? Грубо говоря, доступ к красной кнопке, да? Как у есть дядерый чемоданчик, у вас есть доступ к взрывопроекту. Гуд, дошли до самого интересного. Нефункциональные требования. Вот этот весь бэкграунд, который мы с вами выровняли, чтобы сейчас мы все понимали, что вот эти истории, которые мы с вами делали, они не очень получились. Ну, они плюс-минус нормальные, но не полностью идеально. Знаете, что это за флот? Узнали, ребята? Я не знаю, что это за флот? Нефункциональный догадывается, очень хорошо получился. Не знаете? А? Да. Графану. Знаете какую-нибудь графану, что ли? Не знаю. Ну, это просто очень крутая тема. Я точно видел, что там ребята на UI очень много чего делали, такие классные там какие-то компании, все такое офигенно, показали на демо. Молодцы ребята. И там девоксы следующие показали графану, который установили там, например, занимает минут семь, десять, ну, например, десять минут. И она уже по дефолту показывает вот такое, там такие, о, да, это вообще-то, лучшее, что я веду в жизни. А это уже готово. А там ребята UI чеки две недели работали, а вот это уже готово. Ну, согласен. Графана выглядит дорого, как называется. Дальше. Структура. Так, из чего они состоят все эти наши требования? Самые высокие, самые высокие уровни требования это бизнес-реквайменты, есть юзер-реквайменты, есть систем-реквайменты. Уверен, скорее всего, что с вот этими вы вообще никогда не работаете, потому что вот эти так называемые вбросы идут там где-то на самых высоких уровнях, и вам особо о них знать незачем, потому что, ну, типа, например, да, красный мир говорит, хочу сделать электронный документооборот. Вот. Собственно, ну, какой фреймморк вы возьмете теперь? Ну, узнаем. Ну, любой подойдет на самом деле. С такими требованиями можно что угодно сделать, все. У вас свое видение там, у них свое. Соответственно, дальше вот эти бизнес-реквайменты переквалифицируются и превращаются, ну, не без, скажем, божьей помощи, а с помощью BI, вот, они превращаются в юзер-треквайменты, да, что-нибудь более детальное, типа, я хочу иметь возможность зайти и создать документ и отправить его конкретно в люди. Вот это уже что-то более детальное. Ты уже представляешь, там, какая-то форточка будет, да, там, create document, там, что-то написать и выбрать людей. Это уже чуть более это. Вот. Ну, и последнее, что у нас еще есть, это system requirements, требования, которые относятся к системе. Значит, функциональные бизнес-требования, очень прикольная тема, вот, просто реально каждый в законе, независимо от вашего левого, значит, функциональные требования, личные бизнес-юзер-требования отвечают на вопрос как. То есть, что? А нефункциональные требования отвечают на вопрос как. Типа, как быстро, как безопасно, как удобно, как секьюрно, там, ну, любые, там, или, так называем, мы еще дальше покажу. То есть, самое главное это понять, чтобы смотреться на нефункциональные требования, это вопрос как. Good. Существует такое понятие, как quality attribute. Это, собственно, мера или способ измерения этих самых игре, то есть записывание, да, или трактация этих самых нефункциональных требований. Вот. На данный момент разные источники гласят разное, и показывают разное количество этих нефункциональных атрибутов. Есть в Википеде, последнее, что я смотрел, у нас 121. Это вот эти вот Illities, так называемые, Scalability, Availability, Security, и Modifiability, Testability, Usability, все что вот это вот там. Их около 120-130. Я их не знаю все. Скажу честно. Не знаю, кто их вообще знает, не знаю, кто их вообще учит. Есть какие-то, которые у нас в лук, да, которые я вам сказал, мне часто самоиспользованы. Остальные я, как правило, каждый раз, вот когда я сомневаюсь и каждый раз захожу вот сюда, реально просто Википеде. Первая ссылка. Больше не надо реально искать никаких. Берете вот так и думаете, перечитываете все, которые существуют. Реально, просто перечитываете, не надо заходить внутрь. Ты просто из названия приблизительно поймешь, что он делает. Ну, если совсем непонятно, конечно, зайди-то посмотри, но я просто реально перечитываю. То есть вот в чем, собственно говоря, заключаются вот эти нефункциональные требования. Они выражаются в quality attribute. Значит, основная тема. Если мы с вами договорились, что это будет performance, или что это будет security, или что это будет scalability, и я скажу в конце итерации, что scalability достигнут, а кастомы скажут, что scalability уже давно. Вот. Как бы нам вот так вот это вот тоже одинаково, типа я понимаю, что мы окей, а он говорит типа не окей. Нам надо как-то заладиться, нам нужно каким-то образом померить. Он говорит, хочу вот это, хочу такую цифру, мне нужно эту цифру достичь и показать ему в конце, что цифра достигнут, типа заходи проверим. Соответственно, у нас существует такая тема, как quality attribute сценарий. Вы можете это, я бы даже рекомендовал это использовать. Обычно в повседневной жизни неформально, не надо прям так сильно расписывать, как здесь, например, расписано, но, по крайней мере, это может вас заставить писать вот эти вот сценарии, чтобы, ну, по крайней мере, они однозначно характеризуют то, о чем вы говорите. Я сейчас вам покажу. Там есть несколько вариантов. Ну, тестовость. Я вам покажу, как они выглядят. Значит, он состоит вот из книг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Из шести частей. Первое – это source. Это то, что будет генерироваться сценарий. Ну, это может быть человек, это может быть кто угодно. Самый известный пример, а знаю, почти все приводят банкомат. Да, в данном случае у нас создан человек. Человек, типа, приходит, что-то хочет сделать в банкомат. Да, собственно, источник человек. Стимулус, да, он хочет что-то сделать. Он там вставляет карточку. Ну, возьмем карточку. То есть человек с банкоматом вставляет карточку. Артефакт. В данном случае у нас такой банкомат. Куда мы вставляем эту карточку? Соответственно, уже понятно. Человек, карточка, банкомат, environment. Будем принимать, что это нормальное условие. Существуют ненормальные условия. Нагруженные условия. Там, в условиях, не знаю, взлома как-вот. Можете сами любые условия придумать. Как правило, бывает, типа, чаще всего используют ненагруженное, а однагруженное состояние системы. Ну, типа, как быстро будет отвечать ваша система, если сейчас их некого купаются тысячи человеком в карту. Вот. Супер. Значит, человек вставил карточку в банкомат в обычный, там, в 12 часов дня. Типа, мы будем считать это ненагруженным, если мы поработимся. И банкомат, например, показывает ему респонс, да? Что банкомат отвечает? Он говорит, типа, у тебя там 300 гривен. И респонс менеджер, он показывает 300 гривен в течении, например, он показывает результат, нужно написать, как ты его собираешь измерить. Соответственно, у тебя 300 гривен, он показывает результат в течении, там, 10 секунд. Ну, из-за того, что банк это секьюрности и все такое, поэтому он там может показать encrypted, показать decrypted эти данные, которые мы передавали. Соответственно, вот этот весь flow, с помощью него вы можете точно, однозначно рассказать ваш сценарий. Этот сценарий придумал не я, это software engineering институт его сделал, или, может, даже не они, я не скажу, но они, по крайней мере, его продвигают, это их стратегия и методология. Вот этот сценарий, да? Вы чувствуете, что какие сценарии можно написать? То есть, когда кто-то говорит, типа, быстро, вы можете это описать. Ну, например, юзер открывает, например, страницу нашего приложения в обычном ненагруженном состоянии системы, и видит там, например, первые слова, например, или видит, ну, что там у вас там, первый чат или первое название чего-то там, в течение двух секунд. И вот этот сценарий можно реально отправить к астамеру и можно сказать ему, типа, смотри, как тебе такое создание? Типа, нормас. Тебе две секунды нормально? Нормас. Ну, супер, давай теперь, типа, две секунды. Вы уже знаете, как вы будете себя защищать. Вот эти сценарии, лучше всего таких сценариев на одну ту же лейлию сделать больше одного. Ну, хотя бы два-три. Зачем? Для того, чтобы, ну, считается, что после, то есть, если есть два каких-то кейса, или даже три, можно создать какую-то закономию. То есть, ты где-то понимаешь, о чем идет речь точно. Потому что один сценарий может быть не совсем однозначным, на всякий случай. То есть, вы можете вот этот сценарий еще там какой-нибудь с перформансом придумать и еще какой-то с перформансом. И уже вы можете описать один случай. Буд, да? Знает вас, значит, вот эту вот крутую тему, что мы будем с этим дальше делать. Значит, должен быть какой-то списочек, да? Вот вы эти сценарии уже увидите, и вы, предположим, вот со старыми, там есть штук пять. Их со старыми обычно много. Их там 50, 40, 50, ну, там, не знаю, сколько у вас хватит терпения и сил. Я бы рекомендовал вам не прыгать в ваших долг, создать уж такие дринки хотя бы. Просто попробуйте, проверьте, это в бисьме или в Slack или в Skype отправьте, типа, в каком-то, может быть, беере, типа, что ты скажешь? Такой перформанс на мобиле не окей, или там, security, например, на вас, на вас. То есть, хотя бы с этого начинать. Значит, первое, что нам надо, выяснить хоть какие quality атрибуты, да, какие вот эти илитис, какие важны для нашей системы. Ну, сами понимаете, не всем важен перформанс. Девелоперы прямо кипятком от перформанса, потому что это круто, это показывает их, говоря, уровень интеллекта, знания алгоритмов и так далее. На самом деле, он не всем нужен, этот перформанс. Кастомеру даже чаще всего не нужен до момента, пока он увидит, что он реально медлен. А до этого момента оно абсолютно никому не интересно. Ну, есть перформанс, есть, нет и нет, хорошо. Ну, тоже нормально. Соответственно, что-то там для него есть такое, что для него реально очень важно. А для него может быть важно, я не знаю, security, да, потому что мы говорим про банковские системы, для него очень важно security. Перформанс для него абсолютно бесполезен. Соответственно, было бы неплохо, да, что мы не просу, что были эти сценарии, типа, туда-сюда, чтобы они были как-то реприориатизированы, да, что у нас там первый security, второй раз будет, например, performance, security, там, useability и так далее и тому подобное. То есть, вот этот списочек таких штук, вам обязательно нужно было бы составить. Ну и спросить, соответственно, кастомера в худшем случае и в лучшем случае. Почему в худшем случае кастомера? Потому что в идеальном мире тоже нужно понимать такие метрики, как быстродействие, там, useability и все такое. Ну, я оперирую сейчас самыми известными словами, чтобы поменьше всех объяснить. Значит, как это сделать? Нужно испортить ваше воображение, что это, что имеется в виду. То есть, если вы переместите на банковский домен, если мы говорим про банковский домен, то вы уже понимаете, какие метрики здесь самые важные, перформанс точно уйдет на второй план, будет security самое первое, самое важное. Или там какая-нибудь игра, да? Сами понимаете, перформанс будет 100% на самом первом месте. Или там какая-нибудь дизайнерская штука, user experience будет на первом месте, да? Usability. Вот это будет самое важное. Если кастомер не знает, как это выяснить, кастомер, в данном случае, помните, я говорил о том, что PA, это может быть настоящий кастомер. То есть, не переживайте, что у вас нет доступа к PA, у вас есть доступ к СОИ. Кастомер, вы можете пойти всегда к PA. Это приветствуется. Это, конечно, так должно быть. Значит, используйте неправильные идеи. Это одна из методик, как можно полгнуть человека на правильную мысль. Если он говорит, слушай, у него все равно это будет 10 секунд. Мы говорим, слушай, нет, ну 6 секунд, это наверное, это сильно много. Это 5 секунд нормально. Я говорю, ну 5 секунд, ну что? Ну я бы такой, ну давай, давай. Ну я вам скажу честно, они обычно используют цифру 1 чаще всего. Мне очень нравится одна секунда и все. Вот, просто нравится одна секунда. Две секунды, это аж целые 2 секунды. А секунды, это типа вообще ничто. Секунду можно подождать, типа это окей. Ну, в общем, лучше бы какие-то врон кайдес, если он не скажет, что он хочет, то лучше использовать какие-то, ну, заведомо ложные, неправильные идеи. Потому что, когда вы приятный бутик и хейли, ну что, что тебе надо? Ты ничего, мне все нормально. Поэтому надо как-то самому генерировать. Ну, право кастомер не знает, что он хочет, чаще всего. Вы уже точно должны были заметить. Вот, ну и, соответственно, постарайтесь их можно больше записать. В идеальном мире вы их лучше выбросите, или вычеркните, или забудете, или еще что-нибудь. Лучше их все записать. Соответственно, картинка та же самая. Это пример, да? Смотрите, modifiability. То, о чем мы говорили в самом начале, по поводу того, что плохая архитектура, та, которую сложно поддерживать, или дорогая. Которая переводится, опять же, дорогая часы. Соответственно, опять же, время внесения изменений. Source. Developer. Что он делает? Он собирается внести изменения в UI. Где он собирается это делать? В Source. Все пока сходится. Я думаю, что, вероятно, ничего сложного уходить. Когда? В Design Time. Ну, это будет обычная неделя, там, или транс. Неважно. Какой будет response? Modification is way. Типа, без никаких side-effectов. Side-effectов, там, в случае нет свежеваги, какие-то проблемы потенциальные, еще что-то. И, соответственно, response, самое интересное. За три часа. Пропусти, да? Возвращаю. Да, короче, самое интересное в данной ситуации, из того, что вы, наверное, не обращали внимание, реально за три часа он делает изменения. Что это вам говорит? Я там говорю, что ваши классы, ваши методы, ваша структура в папах, я не знаю, микросервисы, там, любые, то есть, теперь, причине шоу, но вы там пофиг, что вы там нагородите. Надо, чтобы человек смог в этом всем быстро разобраться, и за три часа сделать изменения. Вот где реально можно померить то, какое вы крутое, как вы реально классно это все сделали. Потому что, если вы сделаете что-то нереально сложное, ну, три часа человеку не хватит. Я даже не говорю про нового человека, пускай это будет даже существующий, да, который уже в контексте. То есть, он реально сможет за три часа сделать, считайте, что окей, например. Ну, не берите три часа как каталог, подставьте вашу цифру, можете сказать, две недели. Ну, простой уже. Ну, как, короче, хотите. Просто считается так, да, что модифиабилити хорошее, вот с таким сценарием, например, три часа, кастомер говорит окей. Вот такую тему, кстати, можете проталкивать, если идти, например, на апдейт, там, на какой-то новый реактор, или амбула, или изменить, а что я выбираю, говорит, кастомер говорит. Слушай, да ты можешь туда... Вот сейчас у нас, например, модифиабилити на чем-же, там, семь часов, или там, восемь, а если мы возьмем англор последний, слушай, он говорит, два часа будет, не больше. Вот тогда это реально ему зайдет. Он тогда понял, слушай, новые фичи, больше фичи, больше денег, а если быстрее фичи и больше фичи, это два, возможно, надо брать, надо брать и заменить. Соответственно, не, я на полном селе заговорю. Этот кейс можно использовать, то же самое, сюда вставьте, девелопер wishes to add unit tests, wishes to, извини, починить технический итог, wishes to что-то там еще здесь, все это приводит вот это. Очень просто. Самый жизненный пример. Второй жизненный пример — performance. Я буду делать то же самое, что и в прошлом слайде. Значит, у нас тут юзер, он инициирует мне эту транзакцию, допускают данные, допускают артефакт. Это наша система, наш сервер, короче, все, что у нас есть — наша система. В обычной under normal operation, ненагруженном состоянии, чаще всего они так выглядят. Респонс у нас. Транзакция закончена успешно в течении... в течении... есть... в течении среднего записи. Вот это идеальный, там, например, тоже вариант, сценарий, который показывает вам performance. Вы можете изменить что угодно. Юзер оставляете, здесь делаете что угодно. Открывает чат или логинится, или имеет возможность получить какой-то рекорд из нашей системы в обычное время за полсекунды или за десять секунд. Самое главное вам какой-нибудь вот этот вот рейндж поставить, вот эту подметочку. Потому что... короче, тогда вы сможете быть хотя бы на on the same page, на этой странице. Вот, это был второй сценарий, больше сценарий не будет. Последние у меня еще пару текстовых слайдов, дальше картинки очень интересно читать, не надо. Очень важно разговаривать про вот эти все ваши изменения, то, что мы с вами наговорили, с кастомером. Значит, с кастомером, очень важно с ним это все дело проговаривать. Почему? Потому что кастомер должен вообще понимать, что вы там написали, какие вы там эти культиады, нафига вы их написали, почему так много, почему он за это должен платить, какой сейчас год и так далее. Он все это должен понимать. Он должен был бы вам помочь, в идеале, сам это сделает, но на самом деле, хотя бы прилитизировать то, что я вам сказал. Сценарии, которые вы написали, они должны быть прилитизированы. Потому что для этого важно вот это, для этого важно вот это и так далее. Соответственно, какие ли, да, они должны быть креетизированы, ну и соответственно, чик, чик, да ну и соответственно, какие из них должны быть имплементированы в самом первом короче, в самом первом же, если я опять же говорю, если это банк, то это будет секьюрити все одинаково еще очень важно коммуницировать кастомеру, что вы делаете и зачем, да а не просто сидеть где-нибудь там, интровертом аутистом, молчать типа, ничего не буду делать, оно и так как-нибудь само разводится по дорожкам, приложите, все будет в порядке есть еще неизвестный, мне очень впечатлил этот случай с радаром это был реальный случай, это по-моему все рассказывали, что ребята рассказывали чтобы вы понимали, там архитекторы, наверное, лет по 45-50 не такая же голода, как я и как все у нас, взрослые ребята рассказывали у них не просто IT-экспириент за жизненный экспириент уже даже есть что-то с жизнью взять значит, в том случае с радаром было очень прикольно и там кастомер один заплатил и попросил сделать возможность сканировать вот эти вот побережья то есть чтобы, например, радар был находиться где-то здесь он хочет, чтобы вот это побережье, да, там сигнал доходил вот сюда и сигнал доходил вот сюда соответственно, вот эти вот стрелочки вот эти вот стрелочки и он, короче, хотел, чтобы все это проходило не больше, чем за одну секунду тысяча мегасекунд ну, как я ему сказал у всех любимая тема это одна секунда одна секунда считается быстрым я вам скажу заранее это по статистике я выяснил, что одна секунда это быстрым вот и все эти ребята начали имплементировать ну, что делать, как бы вот это сделать вот тут вот тысячу секунд они легко достигли ну, вы понимаете, видите, да? расстояние вот здесь, расстояние вот здесь вот здесь еще секунду они как-то достигли вот здесь секунда у них не получалось были разные варианты поставить какие-то промежуточные делать какие-то переотражения через какие-нибудь стратосферы и так далее что-то очень страшное, сложное они начали придумать, но все это упиралось в сумму, и это начинало становиться очень дорого. И через несколько недель они пришли к кастомерам, говорят, слушай, слушай, кастомер, не получается, у нас не получается ничего этого сделать, у нас здесь 1000 получается, а вот здесь не получается. Возьмите 5 секунд. Почему так произошло? Ребята проработали 3 недели, они реально такие с Алюшиной выдумывали, но они просто не спросили, типа, а чего вообще секунда? А он просто назвал секунда, потому что он считает, что секунда это быстро, типа, секунда, секунда, 5 секунд, делайте 5, делайте. Вот, мы это, вы просто, там, не просто вы говорили, на веру берите все же перед кастомерами, спросите там, ты хочешь, чтобы это работало быстро? Секунда это, типа, обязательно, секунда это точно, потому что помните, есть еще такая тема, как физи-бол, да, достижимо. Потому что вы можете загнать что-нибудь такое с одной секундой, что вы потом просто не сможете, короче, выграсти. Очень интересный случай, просто, чтобы вы понимали, что, ну, там нормальные деньги, то есть больше, чем, ну, хоть я не уверен, что больше. Ну, короче, деньги были большие, на самом деле. Значит, каждый в команде, ну, если вы там, кто сейчас здесь есть, да, не все ваши команды полностью сейчас присутствуют, я думаю, что там вы в понедельник придете и начнете что-то очень умное подобное делать, обязательно шарьте эти ваши знания со всеми остальными, потому что они будут свои велосипеды изобретать, так что я вам рекомендую обязательно, не все должны знать, а в идеальном мире следовать вот этих сценарий, ну, напишите вы там три сценария, вот, и вам нужно эти знания пошарить. И, в общем-то, кульминация всего этого вот такая. Я просто очень умный и крутой девайвокер, с офигенным знанием «вставьте свое название фреймворкер», и нахрена мне вот эта вся абстрактная штука, которая тут в тираж. Вот. Теперь рассказываю. Самое интересное. Вот это все, что мы с вами прошли. Эти всякие перформансы, эти всякие security, usability, stability. Значит, самое важное здесь, с чем вы можете реально работать, это вообще любые ваши решения ежедневные. Ну, вы даже думаете, создавать класс на это отдельный, или, может, это впихнуть в какую-то функцию, которая уже есть. Она вкроет на ее канал. И вы, ну, начинаете думать, какие плюсы за то, чтобы создать класс или не создать класс. А теперь поехали дальше. А есть ли у меня требования по модифиабилит, например? А новый класс будет лучше читаться? Или я просто хочу создать новый класс, новый файл и так далее? И вот эти вот все плюсы и минусы уже у себя в голове. Потому что сейчас вы как это делаете? Но вы просто это не совсем осознаете. Ну, как правило, у вас обычно чекер, типа, читается быстро и все. А остальных обычно ничего такого нет. Вы же видели их, там, эти unity-фига. То есть у вас есть элити, которые в вашем проекте самые важные. Соответственно, по этим элити вы можете все свои решения валютировать. Типа, создавать, не создавать. А вот тебе список плюсов. Ну, только в голове не обязательно их писать. Вот тебе список плюсов, вот тебе список минусов. Типа, ну, слушай, ну, по нашему проекту... Да, надо создавать, потому что иначе мы не достигнем нашего модифиабилит и так далее. То есть вы, по сути, должны создать что-то вроде, знаете, такой формы универсальной. Вот здесь эта форма имеет, там, ну, если это разные квалити-атрибуты, видите, они здесь вот такие. Они, ну, по-разному. То есть каждое решение, если мы, там, что-то берем с точки зрения перфоманса, да, например, почти все решения, которые, там, у вас, например, четыре, три решения, которые вы, там, хотите принять, три решения по перфомансу не пройдут вот эту вот формочку, да, а формочка — это ваш сценарий. Имеется в виду, что вы открываете страницу за одну секунду — это ваш сценарий. А ваши варианты имплементации — три — не пройдут через эту штуку. А можете четыре — не пройдут. А только один будет удовлетворять вот этой формочке, и он туда прорезет. Это будет значит то, что вам надо. И если кто-то спросит, а почему вы сделали это так, да, о, почему, потому что оно соответствует моему сценарию. Соответственно, все вот эти вот штуки так же самое. Есть одно но небольшое, оно очень важное. Многие метрики пересекаются, соответственно, тем самым, что вы измените перфоманс, например, вы можете ухудшить секьюрити, или изменить скалабилити, или там убить авабилити полностью. Соответственно, следующий, ну говоря, левел этой формы будет заключаться в том, что вот эти все штуки, все, которые здесь есть, их нужно сцепить в одну, и она должна иметь какую-то очень страшную такую форму. И это, грубо говоря, будет так называемая шейк или форма для любого вашего решения. То есть вы берете какую-то новую технологию, и вы смотрите, насколько эта технология вообще будет предварять вашу вот эту форму. Она быстрая, она секьюрная, она там приватная, она платная и так далее. И тогда вы сможете ее валидировать. И это то, что вы реально можете делать, ну, независимо от вашего левела, но только маленький делал. Масштабы будут разные. Это будет масштаб класса, функции всего проекта, всего delivery, не знаю, всего интернета и так далее. То, что я говорю, когда они все пересекаются, я вас уверял, когда говорят, что 10-15 будет, это не обязательно, сколько разобрать, я просто покажу, что дальше может быть, если там, грубо говоря, на моем уровне это все смотреть, то дальше придется использовать что-то вроде канбан-борда, потому что ты реально забудешь, ты берешь какую-то новую паузу, и тебе надо посмотреть, а она удовлетворит всем вашим периодам, а требования у вас штук 15. И теперь она надо там сесть два дня посмотреть, а она быстро или нет, еще там три дня посмотреть, а она секьюрная или нет. И из-за этого приходится делать вот такие вот штуковины, вот такие вот листы типа удовлетворили. В этой итерации мы выяснили, это окей. В этой итерации мы выяснили, что это там окей и так далее. Это уже очень сложно, это следующий левер, короче. Не факт, что вам это понадобится, я просто говорю, что такое есть, такое и дело, если вы сами это изобретете, не переживайте, кто-то уже держит на вас. Демо или Real Example. Собственно, опять здесь нечего особо демоить, просто я хотел показать, что в реальной жизни все их используют, даже не в IT, вообще везде. Соответственно, они просто не знают, что вам это называется. Есть еще одна очень интересная фаска, то, что он говорил, типа, институт плохой архитектуры. Эти же ребята сказали, что любое приложение имеет архитектуру. Если вы о ней не знаете, или вы считаете, что ее нет, то тогда, когда вы выездите, что она есть, она не понравится. Соответственно, я же говорю, у нас всегда есть. Вопрос в том, дать ли время для того, чтобы ее тюнить, улучшать, изучать, апгрейдить и так далее. Или явно просто катится, типа, чипеном, заработала на продажене и так далее. Соответственно, его используют все. Я взял пример более-менее простой, с машинами. Смотрите, юзабилити. В принципе, на крыльях или на терятке тоже можно доедать, да? Довольно неплохие машины. Они ездили. Но, знаете ли, нет подогрева руля, например, в терятке. Правильно? Вот какие-то ребята из вот этой странной компании, X, назовем она, они решили позаботиться о том, чтобы человеку, который сидит на вот этом кожаном кресле с подогревом, скорее всего, чтобы ему было удобно. То есть они позаботились о юзабилити. То есть любое его действие, оно очень быстрое, оно понятно. Все кнопки, то есть тут реально проработано, да? Чтобы тебе было удобно нажимать на вот это, чтобы вот это находилось в вот тут, чтобы вот это... Они делали там A-B-тестинг какой-то, еще что-то. То есть они реально позаботились про юзабилити. То есть они здесь рядом. Девятка копеек на стороне машины тоже ездили. Ну, там менее удобно тоже. Можно, но менее удобно, да? То есть здесь у ребят долго. То есть машина почему-то дорога стоит, потому что у них очень высокая юзабилити. Ну, лакшери там и все дела. Кто-нибудь знает, что такое? НКАП-тест? Смотрели куда-нибудь краш-тесты? Я вот когда машину выбирал, столько тестов пересмотрел. Мне даже стало новое хобби. Я пересматриваю тесты разных машин. Очень страшные НКАП-тесты отечественных автомобилей. Очень плохие. Там все сгибается, сминается. Там становится очень страшно. Ну, в общем. Я вас просто удивлю. НКАП-тест вот этот. Особенно вот этот. Это, по-моему, это не логовоствование. Это сорокапроцентное так называемое перекрытие. Это значит, что ты не полностью лицом врезаешься в перекрытие. Оно перекрывает только 40% твоей дороги. Это среднестатистическая ситуация, когда ты едешь лоб в лоб, навстречу выехал, все попытаются умернуть. Все. Это реально статистика. И, соответственно, в лучшем случае, ты ее вернешь, в лучшем ты наполовину встретишься с этой машиной. Ну, очень редко ты встречаешься полностью. То есть наполовину. Соответственно, эти ребята сделали сценарий. Есть скорость средняя. Они там били, по-моему, 51 км. 51 км. Перекрытие вот этого 60%. Всегда фиксирована его высота. Всегда фиксированы его материалы. Всегда фиксирована траектория машины. Ну и, соответственно, у них вот этот сценарий всегда есть. То есть, когда вы себе покупаете машину, она уже проходит по этим сценариям. А дальше же вопрос... Вы помните, когда response measurement тут думал? Дальше же вопрос в том, насколько оно реально вообще проходит по этим сценариям. Сценарий пыл, а вот response measurement просто вы знаете, как он. Поэтому тут уже надо с этим смотреть. Дальше, efficiency. Да, тут дофигичнее всех этих цилиндров. Сами знаете, чем лучше цилиндров, чем мощнее. Но, соответственно, она не становится экономичной. Она становится прожорливой и так далее. Ну, тут уже trade-off. То есть тут тоже ребята думают про efficiency. Там, например, Ford и Mazda стали делать там трехцилиндров. Они хотят там оптимизировать. Меньше, чтобы подтвердлял этот бензин. Все это в том же сценарии. Они тоже его сделали. Security. Тоже всегда думают. Постоянно Security всегда экспериментироваться. Performance. Есть турбина, нет. Ну, например. Просто, например, да. Можно по другим характеристикам поднять performance. Это я просто для примера говорю. И остальные. Ну, accountability, да. Насколько, например, иногда вы открываете капот машины, и там вообще все в пластике закрыто, и ни финала это сделать не сможете. Да, не так-то просто. Иногда ты открываешь, и там прям с открытием капота так все прям вылазает тебе, типа. Возьми. Вот. Робластность. Learnability. Как просто выучить там. Extensibility. Accessibility. Короче, accessibility, кстати, тоже полезная тема. Есть специальные машины для людей с ограниченными возможностями. Да? Тебе ногами ты мне уже руководишь, и там тебе руками ходишь. Тоже все продумано. Все сценарии, все существует. Вот. Это ваша глянца. Это все. Очень классная тема. Когда говорят, давайте задавайте вопросы в конце. Я по себе знаю, что я всегда забываю о конце. Хорошо. Вот. Дякую за добить. Дуже было корисно и информативно. У меня есть вопрос. Особенно секьюрити. Секьюрити. Ну, его достаточно сложно вымирять. Там можно брать, там, в соответствии с правильным стандартам. Но, ну, если, скажем, клиента не имеет каких-то адекватов, он был в поводу, в певной сфере реальности, как лучше сам секьюрити подмирять. Ну, тем, что не имеет вимог законодавства, то приятно лучше шесть. Это, кстати, отличная тема. Стартовать хотя бы с того, что самое уязвимое. Для этого нужно посмотреть, ну, говоря, какие самые, ну, в вашем фреймворке или в вашей технологии, или в вашем клауде, что самое там уязвимое и так далее. Может, ты говоришь по поводу стандартов? Есть, это называется compliance. Вот. Соответственно, вот. Можно и нужно посмотреть вообще всю историю, как это compliance. Он вспомнил? Что делать, если их нет? Если нет, например, если это не хода цена, там, не может быть хиба compliance, что это не financial? То есть, что делать, если нет вот этих вот вимог, а хотелось бы все-таки как-то вымирять секьюрити? Есть список более-менее стандартных вещей. Ну, типа, compliance, например, делают всегда. Да? Это вроде как очевидно. Там пароли нигде ничего не премьют. Есть injection любого рода. XSS, SQL injection. Ну, собственно, тут такой, знаешь, больше список самых знакомых вещей, которые можно в нем делать. Как их померять? В основном, в security management это да-нет. Там нет цифры, типа, меня не сломали за минуту, там обычно, типа, меня, не там. Кто-то забрадфорсил пароль в обычное время и не получилось. Типа, да-нет. Там респонс, там, вайжер такой. Там просто да-нет, а? Да. Ну, ты же никак больше не поверишь. Может быть вариант, если там кто-то пытается забрадфорсить, и его выбросило после десяти минут. Человек вводил пароль десять раз неверно, его заочило там еще там в течение, там, одной минуты. Ну, система в течение одной минуты делала статистику, выяснила, что жулик и заочил. А каких-то таких готовых наборах, вот, уже демонософьюрити отработи, немає? Ничего такого встречалось. Слава Богу, наверное, чаще всего у меня встречаются предложения, которые должны быть компаницией. И это очень хорошо, потому что у тебя все. Это с етунарией просто проявляет. Можно послушать. И вот где-то даже хиппо. Хиппо очень суровое. И банковский тоже суровое. Можешь хиппо натянуть на что угодно, честно говоря. И, да, ну или надо заставить очень много еще сделать. Ну, можно взять и сок. Можно. Можно взять, кстати, из номера, можно это и взять. Они там много чего требуют, очень будет сложно это сделать, но будут очень сикеры. Это очень хорошая идея, я тоже буду знать. Спасибо за закат. Такого вопросик. По такому регуаренту, если можно это считать, важен как симплисити. Вот мы сейчас все время говорим про скейл, то, что можно поддерживать. А симплисити как-то вписывается в один из этих регуарента? Как ордер? Ну, то есть, насколько он важен? Ну, понятно, что это от кастумера происходит, но можно просто? Супер вообще вопрос. Я реально за это забыл сказать. Значит, атрибутов 121. Ну, там, более 121. А кастомных атрибутов, просто там, максимобилити или типа того, вообще, x это вообще неизвестно на количестве. Соответственно, если ты хочешь придумать свой корид атрибут, то это будет easy. Ты делаешь симплисити. Если ты создаешь хотя бы там, я рекомендую сюда два, хотя бы, сценарий на симплисити, и ты это рассказываешь кастомер, то окей, называй его симплисити. Тут вопрос в том, что, например, знаешь, как бы, в чем большое преимущество паттерна? В принципе, ты можешь их не знать и не использовать. И люди так живут, я много знаю. Вот. Можешь их не знать и не использовать. Но, если ты где-то кому-то скажешь, например, название какого-то паттерна, предположим, то это будет какой-то bridge. Тебе не надо объяснять, что ты делаешь, как он выглядит и так далее. Соответственно, bridge он понял. А симплисити тебе придется объяснить. Потому что это твой кастомер. Ну, а вообще, кастомер поддерживается вполне. Как хочешь. Можешь выяснить и объяснить количество проведенных девайвером часов на работе, количество строк, типа того. Так, и туда. Вот. Так что, это порядок вещей. Сценарий, по-моему, еще и все. А, я говорю. Да, я хочу задумать. Насколько секьюр, где можно обраганять через Ovasp? То есть, можно? Ну, если, что под Ovasp все там да нет, то уже хорошо. Ну, правильно? Кстати, это Ovasp, его... Просто это как чек-лист. Да. То есть, Ovasp, по сути, не поверишь, что это в ИССР, что это не джайшн там, не джайшн. Ну да, имена есть просто чекьюр, чин секьюр. Да. Да. Но это мы же не делаем. Да. То есть, вы умирите ваше. А где вы не стали сегментами? Вот. Стосовно с вопросом. Как бы по процессу, грубо говоря, когда ты будешь воркшопинг, ты перед вартостью. Вот. Питание. Желательное. То есть, ты проводишь воркшопы, ты говоришь, вот, три секунды, нормально? Я говорю, да, нормально. Ты потом таки приходишь, да, со своим супер архитектором. Я говорю, ну, 500 штук. Он мне говорит, ой, извините? Нет. Я говорю, ну, давай еще раз воркшопинг. То есть, ну, вот, питание трейдового, да, питание трейдового, я говорю, ну, когда я делаю воркшопинг, я говорю, пикантности повернення назад до них, когда я им говорю, знаешь, после того, что, как сделать дешевле? Я говорю, ну, давай, придемо снова ватрибути. То есть, мы сделали какие-то кейсы, и без практики, как по оплату, ну, выяснили, что, ну, хочешь так, то ты стильки, да? А вот, ты же, как бы ты все продумал, ты потратил тиждень на вороте атрибути, да, ты все сценарии проробил, потом приходишь с вартостью, да, с архитектурой, системой, то есть, если бы ты наводял двадцать туин, там, 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 я бы тут буду. В идеальном мире, ты правильно говоришь, было бы классно, я не смертывал эту фразу здесь, это мне еще слабим десять рассказать, про этот трибут воркшоп, вот. Вообще, в идеальном мире было бы классно это сделать, реально, перед тем, как вы будете это продавать. на дескавери или на пресейли. Не знаю, не знаю, сколько ты знаешь случаев, когда пресейлить, ну, это, кстати, вот воркшоп, нужно за него заплатить, нужно отправить дорогостоящих людей, в лучшем случае, в идеальном мире, да, отправивших туда, никто его не проводит. В идеале, на моменте дескавери, потому что уже кто-то начинает за это платить, уже можно там это сделать. да, опять же, очень большое количество проектов, 99% правил, никто этого воркшоп не делает, не хочет, даже иметь воркшоп. Ну, это что-то не про воркшоп, а, когда, ну, ты уже там просидел, а ты бы сценарий провел сам себе, да, что-то я не запитал, что-то знаешь, ты ему говоришь, да, нормально, ну, ты хочешь да, хочешь 2 секунды, хочешь, чтобы у него сети, и так далее. Ну, ты, ты в пилеонтофий выбираешь архитектуру, выбираешь кизайнки, и приходишь с вартостью. Вот. Он говорит, ой, уже не хочу 2 секунды, уже не хочу таку вартость. Ну, это опять, ну, ты знову пробиваешь новый сценарий, снова идешь на него, и так далее. Ну, то, Окей, человек в счетов уже нет бюджета, и то не пропустил сценарий. Конечно. Ну тогда, что ли цикл пришел? То есть, проблемата, пару вариантов. Можем пробовать за 2 секунды, можем за 3 секунды. То будет 200, то будет 300. Так ты же не знаешь, как его неопределить. Не знаю, сколько вариантов надо придумать. Может быть, 200-300 тоже много. Но вот процесс купонания бюджета. Ты приходишь, ты вот это вот все сделал, и идеально все расписал. Есть идеальная архитектура. Я очень много слышал раз, и сам видел, что архитектуры делают, и их не имплементируют. А потом начинается какое-то натягивание каких-то костылей, подтачивание и так далее. Соответственно, если мы говорим, это не база на наш бюджет. Это больше, чем мы собирались. Пробало бы немного выяснить, что там у нас по бюджету. Давайте мы к вам вернемся. Нельзя говорить сразу в ответ. Ты, кстати, и сам узнаешь, сколько это будет. Нам нужно еще там буквально одинок. Он говорит, ты насчитал на 500. Он говорит, у меня все лишь 300. Хорошо. Давай я подумаю, какими полить атрибутами мы можем пожертвовать. Какие мы важны. Где мы можем? Давайте повысим план. Когда мы выбирали какую-нибудь ороку, потому что у него была как кастомная кличевая фича. А за ороку надо платить. Что если мы возьмем постпас и пропадем? А что там изменится? Ну там вот что изменится? Да вообще легко. Типа того. Я не думаю, что надо ходить постоянно. Я бы так не делал точно. Узнаешь деньги, потом подтачиваешь деньги. То есть жарко. Всегда трейдов? Конечно. Окей. Ну у нас называется трейдов. Модное слово. Да. Не компромисс, а трейдов. Паланс в жизни. Не трейдов. Паланс в жизни.